Это очень приятно, потому что мы развиваем технологии открытого блокчейна, как Ethereum. И то, что нас приглашают сюда, это свидетельство того, что они входят уже в реальный мир, в реальную экономику. То есть то, что очень долго обсуждалось в комьюнити криптовалютном, это mainstream adoption, оно сейчас происходит. Поэтому на конференциях очень активно обсуждается этот момент, потому что мы находимся на пороге входа этих технологий уже в реальный мир. Как Виталий сказал, где-то мы находимся посередине этого пути, но точка невозврата пройдена, надо это понимать. Сейчас есть понимание у государства, у бизнеса, что эта технология имеет объективную природу, она уже здесь, она никуда не денется. Тут надо понимать, что происходит некая смена технологической парадигмы. Мы наблюдаем очень большое событие, это изменение вектора развития фактически технологий. То есть на протяжении 5000 лет развития технологий, они развивались по одному пути, это были централизованные системы, системы, в которых есть центр, центр управления полетами, голова, тело, а сейчас мы имеем децентрализованные системы. Это очень большой сдвиг парадигмы, который уже здесь никуда не денется. И сейчас мы наблюдаем момент, когда это все осознают. Вот, естественно, это самая сейчас такая животрепещущая тема. На всех конференциях люди обсуждают, как это будет, очень много непонятного, в том числе, как это будет в государстве работать. Я думаю, надо запускать какие-то пилотные проекты на уровне государства, с моей точки зрения. Да, нужно брать какие-то кейсы конкретные, их реализовывать и потом расширять. Какие-то делать более общие системы, наверное, будет немножко сложнее. Даже вот то, что вопрос был про рынок деривативов, про ипотечные кризисы в Америке, такие тоже кейсы возможны. Допустим, если бы банки видели, лучше понимали составляющую этого портфеля кредитного, да, это можно сделать на блокчейне, вы можете токенизировать каждый кредит, потом из него делать некие пакеты кредитов. Это можно было бы предотвратить на самом деле. Это в области госуправления. Кроме того, эта технология очень идет в реальный мир, сейчас очень большая, в бизнес уже, да. Очень большая история сейчас происходит, возможно, в рамках криптовалютного сообщества, но она выходит уже в реальный мир. Это ICO, это краудинвестмент на блокчейне. Проекты различные поднимают десятки миллионов долларов в день на Этериуме, с использованием Энтериума, с использованием Waves, наших технологий. Это очень интересно, это новый способ, фактически, привлечения средств, он более эффективен. Сейчас очень большая история с его легитимизацией происходит. Если он будет легитимизирован, если он будет введен в правовое поле, мы получим гигантский скачок, я считаю, в бизнесе, потому что очень многие вещи, именно даже не с точки зрения госуправления, а с точки зрения ведения бизнеса, могут быть оптимизированы. И что мы сейчас наблюдаем, почему такой спец интерес к криптовалютам? Надо понимать, что он во многом обусловлен достаточно конкретными событиями. В Японии регулятор признал криптовалюты полностью легальным активом. Есть очень большой инвестиционный интерес, и мы видим, к чему приводит признание криптовалют, блокчейн-технологий одним из лидирующих индустриальных государств. Это мгновенный всплеск интереса, рост курса, доступ к новому классу финансовых инструментов обычных инвесторов. Если по этому пути пойдут другие страны, то мы увидим взрывной рост технологии в самое ближайшее время. И тут надо понимать, что эта технология здесь уже, она, как я сказал, имеет объективную природу. Это децентрализация, то есть это есть уже более-менее вне нашего желания. Это система, которая не зависит от одного центра, она живет сам по себе. Поэтому она же здесь никуда не уйдет. И как государство, так и бизнес, который наиболее осознает это рано, он получит преимущества конкурентные в дальнейшем. То же самое, наверное, можно сравнить с интернетом в 90-х. Люди, которые вошли в интернет в 90-х, они стали миллиардерами. И государства, которые более интегрировали быстро интернет-технологии, получили очень большое преимущество. Поэтому здесь надо понимать, что это уже никуда не уйдет, это здесь. И с этим надо жить, это надо развивать, и это может быть очень полезно как для государства, так и для бизнеса. Спасибо. Спасибо большое, Александр. Давайте поаплодируем.